Тысячи граждан из Луганской и Донецкой областей Украины ежедневно пересекают границу Российской Федерации в надежде найти покой и помощь. Все государственные институты и администрации в России работают оперативно, четко и слаженно. В каждом городе и поселке организованы пункты временного размещения и специальные оперативные штабы. В Топсинском районе, по данным миграционной службы, количество прибывших граждан из Украины составило больше тысячи человек. Многие из них уже оформляют документы и ищут возможность устроиться на работу. В созданный в администрации Топсинского района оперативный штаб с июня прошлого года обратились больше тысячи граждан из Донецкой и Луганской областей. Его сотрудники ведут единый реестр прибывших, выдают памятки, где указаны номера телефонов, экстренных и ответственных служб, объясняют алгоритм действий. В работе с гражданами Украины задействованы представители правоохранительных органов, ФМС, соцзащиты, центры занятости населения, образования, опеки и попечительства. Главная наша роль это роль координирующая между всеми ведомствами, которые задействованы в работе с гражданами Украины. Наша задача помочь им сориентироваться в том законодательном поле, которое действует в Университетской Федерации. Порядка 1090 человек находятся, это те, которые прибыли самостоятельно, размещаются либо на съемном жилье, либо у родственников, знакомых. И 173 человека размещаются в пунктах временного размещения, которые есть в Топсинском районе. Ирина Онищенко приехала из Донецкой области с двумя детьми в августе прошлого года. Сейчас живут в пункте временного размещения. Оформив все необходимые документы, Ирина получила свидетельство о временном убежище, что дает право получать медицинскую помощь и работать без специальных разрешений и патентов. Нам очень хорошо помогли, нас разместили, двое детей регулярно имит питание, то есть я не переживаю о завтрашнем дне. И на данный момент я закончила оформление документов, я получила свидетельство о временном убежище на год на территории Российской Федерации. И теперь могу искать официальную работу, могу оформить детей в детский сад. В общем, помогли, очень здорово. Осталось теперь самим приложить немного усилий. Гражданин обращается в миграционную службу, ему дают направление для прохождения медицинских анализов, которые он сдает в лечебных учреждениях, которые находятся в городе Туапсе. Миграционная карта, которую он получает на границе, паспорт и вот эти медицинские анализы. Заполняет анкету, заявление, предоставляет все это в миграционную службу. С момента обращения, с момента получения проходит в среднем неделя. Мало того, правительством Российской Федерации осенью прошлого года было принято решение снизить подоходный налог для иностранных граждан, получивших статус временного убежища, до уровня 13% как у граждан Российской Федерации. Если мы говорим про иностранных граждан, которые не имеют статуса временного убежища, то для них 33%. Тут у меня документы, наши выписки, наши... В оперативный штаб Туапсинского района обратилась и эта женщина. Бросив работу, дом и родных Донецкой области, Стелла Зенина вместе с сыном решила бежать в Россию. В августе прошлого года они прибыли в пункт временного размещения «Морская волна» в посёлке Лермонтово. Вместе с другими детьми сын Игорь ходил учиться в Тенгинскую школу. Было много погибших, я просто как бы... У нас начали закрывать аптеки врачей, ну, не стало вообще как бы, да. Ну, и я для того, чтобы у нас... У меня как бы ребёнок больной. В Донецке нас тоже не принимали в больнице, потому что они говорят, сейчас бомбят сильно, но как бы они тоже переживали за это. Ну, мы из Гурловки нас вывезли в Донецк, и сказали, кто будет записываться, выезжать на Россию, как бы, девочки, потому что тоже как бы страшно. Ну, мы сказали, да. Десятилетний сын Стеллы инвалид. У него серьёзное заболевание почек. Всё это время помогает им Марина, социальный педагог Тенгинской школы. Она опубликовала в социальных сетях историю этой семьи. Благодаря неравнодушным людям на собранные деньги Стелла покупала необходимые лекарства сыну. Я просто как бы написала письмо ВКонтакте, и хотя бы Стелла немножко получила уже, какие-то средства пошли для, ну, как бы, ей материальные. Вот они уедут в Краснодар, да, нужны будут лекарства тоже. И нужны будут какие-то фрукты даже принести Горько, чтобы вот, ну, как-то он получал витамины. Вот, поэтому реально, я считаю, что реально это просто помощь людей, которые, ну, откликнутся с сердцем, душой, да, и не останутся равнодушными к этой семье. Я могу получать на ребёнка пособие по инвалидности, то есть, так как у меня инвалид детства, да, у нас было пособие. На сегодняшний день все пособия, выплаты пособия, начинаются с момента получения гражданинам, иностранным гражданинам статуса вида нажительства, которое также оформляется после разрешения на временное проживание в миграционной службе. Вот это касательно пенсионеров, потому что перерасчёт пенсии и выплата пенсии начинается именно с этого момента. Получить статус беженца Стелли не удалось. Сейчас она готовит документы на оформление временного убежища. Планирует после оформления документов устроиться на работу. А сын Игорь сейчас проходит лечение в Краснодаре. В ТОПСе он прошёл обследование, был направлен в Краснодарное обследование. Во всех этих вопросах, конечно, администрация района, штаб, как непосредственный орган, занимающийся этими товарищами, прибывшими с Украины, оказали максимальное содействие, на мой взгляд. И на сегодняшний день ребёнок находится в Краснодаре, проходит лечение за счёт средств Российской Федерации, скажем так. В России созданы все условия для пребывания граждан Украины. Желающим получить российское гражданство может помочь государственная программа соотечественники. На официальном сайте размещена вся необходимая информация. Если они планируют всё-таки остаться в Российской Федерации, стать гражданами Российской Федерации, этой программой можно воспользоваться, переехать в приоритетный регион для расселения и, соответственно, в течение года-полутора получить гражданство Российской Федерации. Ежедневно специалисты консультируют сотни человек, поступают новые десятки заявлений на временное убежище. Приехавшие с Украины семьи постепенно обживаются, снова учатся спокойно жить. Многие не просто хотят переждать украинский кризис в России, а планируют остаться здесь навсегда.